МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идеально вы дарите мечту. Я очень благодарна, что вы сделаете такие подарки. Вы лишили меня огромной головной боли. Это моя мечта. Идеальный. 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 Идеальный ремонт. Потому что мы на первом. Осенний марафон в Санкт-Петербурге продолжается. Вот я тут живу. Вот эта комната. Это уже сколько лет? 20-25 лет? Да, 20 лет лишним. Я такой, такой я есть. Мне не надо притворяться, мне ничего. Ремонт в честь юбилея Олега Басилашвили. Олег, с днем рождения. С днем рождения. Я хочу пожелать вам счастья, удачи и ясных дней. Новый кабинет народного артиста. Я должен вам просто поклониться в ноги и сказать большое спасибо. Смотрите прямо сейчас. Не без трепета начинаем мы новый проект. Ремонт для Олега Басилашвили. Олег Валерьянович – один из самых закрытых людей нашего актерского Олимпа. Однако ремонт будет и будет знакомство с его замечательной семьей. Дом был построен большим драматическим театром для актеров и работников этого театра. Сейчас от работников этого театра, в принципе, остался, по-моему, один я. Больше никого нет. Ну, вот я тут живу. Вот эта вот комната. Ну, это же получается уже сколько? Лет 20-25? Да, 20, конечно. 20 целешних. Главный актер Петербурга по происхождению коренной москвич закончил школу-студию МХАТ. Но свою театральную судьбу навсегда связал с большим драматическим театром. Удивительно, но многие киногерои Басилашвили – Самохвалов, Бузыкин, Мерзляев – далеко не положительные. Но зрителям это не важно. Огромная народная любовь не ослабевает с годами. А вот квартира народного артиста давно требует ремонта. Я жил в Петербурге, в Ленинграде, на Дмитровском переулке, угол Стремянной улицы. Очень хороший дом после капитального ремонта. Никуда не собирался переезжать. Абсолютно. Но ко мне подошла секретарь нашей, ну как называется, председатель медскома нашего театра, Валентина Ковель, замечательная актриса. И сказала, Олег, из нашего театра ушел Юрский. Из нашего театра ушел Олег Борисов. И Георгий Александрович очень волнует, что ты тоже захочешь переезжать к себе в Москву, на свою родину и так далее. Я говорю, а что я могу сделать? Я никуда не собираюсь от него переезжать. Так вот, пойди и скажи, что тебе нужна квартира Борисова. Я говорю, она не нужна, я живу прекрасно там, на Дмитровском переулке. Ну, пойди, для Герсанча сделай, я говорю, успокоюсь. Я пошел. Ну, вот я ехал сюда. Пришлось практически переезжать. Да, да, да. А можно спросить, давно ли делали ремонт? Я так смотрю на потолок. Здесь, ну как давно. Простите, вижу трещину. У нас во дворе, у нас в следующем дворе, было бетонное, железобетонное бомбоубежище. Даже по-моему, от атомной тревоги. Вот такой толщины бетонные стены. И, значит, там что-то решили делать в то время. И привезли эту самую бабу, вот эту чугунную. И она била месяца три. Поэтому дом весь треснул. Ну, понятно. Ну и потолки тоже. Поэтому вот я вручаю. Я вижу высоко художественные трещины. Да, да, да. И я так понимаю, что с этим тоже нужно работать. Да, конечно. А скажите, это комната. Да. Получается, что это ваш кабинет, ваша библиотека. Это мой кабинет, и вот тут мой диван стоит. Здесь вы спинете, отдыхаете. То есть нужно учесть все вот эти функции. Да. Это важно. Я не могу в свой кабинет вас пригласить. Калугина приказала его отремонтировать, приходит к своему новому заместителю. А вот, осмелюсь спросить, вот эти зеленые кресла, они вот чем-то дорогие? Это вот это мемориальное кресло. Когда мы жили на Петровском переулке, все у нас было там. Ко мне пришел Ильдар Илья Александрович Рязанов вместе с Ниной, с Кубиной своей женой. И мы его посадили на новое кресло. Оно тут же сломалось, и вот оно, видите, стоит на полу. В отличие от этого, которое на колесиках, а то сломано навсегда. Нужно учесть то, что у вас большая библиотека, и судя по всему, любимая. И вот видно, что читаны, и книжки вынимают. Я же сразу вижу, что здесь стоит все родное. Это надо, конечно, все просто сберечь и разместить правильно. А вот этот шкаф, вот этот шкаф, он тоже с книгами. Ну, по сути, это же красивый шкаф. Это шведский шкаф, древолюционный. Он очень хороший. Этот шкаф с книгами. Тут книги тоже очень интересные, очень любопытные, с автографами и так далее, и тому подобное. А это что за штука такая? Это мобиль. Мобиль? Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными. Смотри, пожалуйста. Вот, это такая иллюзия движения. Олег Валерьянович мой любимый партнер. Любимый партнер. И я знаю, что он человек необыкновенно читающий, умный, необычайный интеллектуал. И я думаю, что как раз кабинет, который, видимо, вы собираетесь ему преподнести, как раз это то, что ему нужно. Сол моей мамы. А вот хотели бы его оставить? Ну, давайте подумаем. Я хотел бы его оставить, но тут ящики уже не выдвигаются, они все сломались. Надо заняться и так далее. Я бы с удовольствием это все оставил, половину выбросив с того, что там лежит. Мы постараемся все, что дорого вам оставить, и просто сделать все уютным. Хорошо, я буду счастлив. Спасибо вам большое. И есть ли какие-то, может быть, еще какие-то шкафы, которые вы могли мне показать, типа того, что вам хотелось бы в этой комнате сделать? Нет, нет. На кухне мы купили этот самый. Он вам нравится, так он может посмотреть у него. Покажите, что на кухне хорошо и все. Ремонт затеяли. Маленький раз кардаш. Так, ну вот эта вот кухонная стенка, что-то, как она называется, куплена во времена Бориса Николаевича Ельцина, когда наполнились магазины, что было для нас чудом каким-то. Мы просто купили в магазине вот эту, как она называется, для кухни. Кухонная мебель. Кухонная мебель. Вот я бы хотел, чтобы качеством, та мебель, которая будет, чтобы она была не хуже. Это что? Это, я думаю, ДВП, а снаружи шпор деревянный. Вот такого цвета. Мы поняли задание, поняли. Мы начинаем ремонт в кабинете Олега Басилашвили. Это трехкомнатная квартира. Высота 3,20. Нарядная лепнина и розетки на потолке. Площадь комнаты 20 квадратных метров. Уважаемый Олег Валерьянович, у меня есть такая счастливая возможность. Вот просто сказать, радостно сказать несколько приятных слов в ваш адрес, к вашему юбилею. Я вот говорю и начинаю улыбаться. Потому что вы именно тот человек, который несет в себя добро и заставляет меня улыбаться. Дает мне эту радость. Я хочу пожелать вам счастья, удачи и ясных дней. Сегодня мы делаем ремонт кинематографическому любимцу всех российских женщин. Щеголю красавцу Олегу Басилашвили. Олег Валерьянович предпочитает спать в кабинете. Поэтому мне нужно помимо кабинета, прекрасного, удобного, чтобы туда разместить много книг, так как он очень образованный, много читает, поставить еще спальное место. Мы оставили все предметы мебели на своих местах. Мы просто поменяем интерьер. Планировка-то рабочая, вполне хорошая. А вот какой стиль ему выбрать и к чему он сам любит? Я решила выбрать стиль сдержанный, близкий классике. Ну, такую сдержанную питерскую классику. Ну, немножко, может быть, с элементами некой старины. Хорошо, давай. Шикарный карбюратор для Волги. В магазине семье тебе за пятерку. Я даже верю. Парень, парень! Пошел ты знаешь куда? Знаю. Сегодня, дорогие телезрители, вы присутствуете при фантастическом зрелище. Вот в Японии есть звание «Народное достояние». Хотя чины людьми даются, люди могут обмануться. Вот «Народное достояние» – это Олег Басилашвили. Олег, с днем рождения. А мы начинаем демонтаж. Вообще у этой квартиры поразительная история. Раньше здесь жил Олег Борисов, замечательный актер и очень своеобразный человек. Когда семья Басилашвили сюда въехала, комната, в которой мы делаем ремонт, была оклеена совершенно черными обоями. Демонтаж продолжается, а мы отправляемся в окрестности Санкт-Петербурга. Пока идет ремонт в городской квартире Олега Басилашвили, я решила приехать сюда, в поселок Репино. Стародавний дачный поселок на берегу Финского залива. Здесь всегда жили знаменитые люди. Они и сейчас здесь живут. Вот дом, построенный Валерием Гергиевым, дача Собчака Людмилы Нарусовой. А вот следующий дом, собственно, он нас интересует. Это дом Олега Басилашвили. Давайте навестим его и посмотрим, как он тут живет. Мне на этой даче все равно не жить. Теперь я буду жить за другим забором. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Здравствуйте. Я вот решила навестить вас на даче и теперь понимаю, что вам есть где переждать наш ремонт. Потому что очень красивый участок, такой ухоженный. Вы тут сами занимаетесь этим? Да. А сколько лет саду? 12 лет. И вот вы все посадили сами? Да. Я люблю лес, поэтому я старался здесь не убирать деревья, вообще ничего тут особенного не делать. А здесь черная и красная смородина, вот эти два ряда. И там вот черная и красная смородина. А что вы делаете? Варенье варите? Нет, просто едим. Просто? А то, что осталось, остается птицам. Олег Валерьевич, а можно посмотреть дом внутри? Чашку чая, может быть, дадите? Пожалуйста, проходите. Спасибо. Папа безумно строгий человек, очень строгий человек, которого я до сих пор слушаюсь, можно даже сказать, боюсь, и так с детства. Но строгий, но справедливый. Любимая папуля, я очень тебя люблю и благодарна тебе за замечательное, самое лучшее в мире детство, которое ты мне подарил. И то, что ты делаешь для нас сегодня, это чудесно, замечательно. Я желаю тебе ролей побольше. Целую тебя, люблю. Будь здоров, дорогой. Вот я такой, какой я есть. Мне не надо притворяться. Мне ничего. Понимаете? Мы продолжаем ремонт. Главный недостаток комнаты – то, что она проходная. Однако во время демонтажа мы обратили внимание, что вторая дверь, ведущая в гостиную, была наполовину закрыта шкафом. Видимо, ею не пользуются. Ведь в гостиной есть еще одна дверь. Так что мы решили заделать проем. Мы установили металлические направляющие. Чтобы новая стена не прогибалась, зафиксировали два дополнительных профиля. Проем закрыли листом гипсокартона. А еще в подарок Олегу Басилашвили мы решили отремонтировать ванную и туалет. Старая плитка осталась еще от Олега Борисова. Она в своем роде историческая. Ей место в музее, а не в современной ванной комнате. Далее в идеальном ремонте. Лучшие произведения пишутся на краешке кухонного стола. Так вы, наверное, так всю жизнь писали. Вот я писал за столом, поэтому я не похожа на что я делаю на Булгакова. Сегодня мы делаем ремонт к юбилею народного артиста СССР Олега Басилашвили. Это кабинет в историческом доме, построенном для актеров Большого драматического театра. Олег Валерьянович попросил сделать в кабинете удобное спальное место. Дизайнер предложила строгий классический проект в духе Санкт-Петербурга. Наташа, Олег Валерьянович попросил оставить два своих старинных шкафа. И мне придется их вписать в этот интерьер. Посмотри, как ты думаешь, вот если будет такой вариант, мы оставим старый шкаф, но вокруг сделаем еще новый шкаф с библиотекой. Ну и хорошо. А что ты придумала с диваном с сафой? Я ему поставлю диван с сафу, широкую, с большим спальным местом. Диван не нужно будет собирать, разбирать. Он будет функциональный, кабинетный, красивый. И на нем можно будет спать? И на нем можно будет спать. Слушай, ну это такая непростая задача. Мы еще можем, чтобы не ошибиться ни в чем, давай попросим замечательную совершенно Татьяну Судец, с которой знает вся страна, помочь выбрать нам те элементы мебели, которых еще не достают сюда в интерьер. Кстати, если вам нужно правильно подобрать себе домой диван или сафу, обязательно зайдите на сайт айремонт.тв. Там есть много полезных советов. Обои решил переклеить. Мрачно очень у нас. Начинаем выравнивать стены. Для этого мы развели сухую смесь. В продаже бывают разные виды шпатлевок. Полимерные используются для отделки помещений с повышенной влажностью. Гипсовые очень выгодны по цене. Мы взяли цементную с минеральными наполнителями и модифицирующими полимерными добавками. Тем временем продолжается откровенный разговор на даче Олега Басилашвили. Я вот действительно подумала, как можно успевать в вашей семье, когда два человека творческих, как можно успевать с бытом? Ну как? Это же... Это же все... Этот дом строился в течение 10 лет приблизительно. С кирпич, за кирпичом не хватало денег. Ехал куда-то еще там полэтажа еще. Это очень долгая история. А так бывает, что вся семья здесь вот там собирается. Все-все-все. Да, вот мы обычно на Новый год. И вот начиная где-то с начала июня, конца мая, спасибо, мы, значит, тут начинаем жить. А скажите, пожалуйста, вот я посмотрела сейчас ваш кабинет вместе с Галиной Евгеньевной здесь, и понимаю, что, в общем, по-хорошему, конечно, надо городской делать очень тщательно и очень так правильно для вас, потому что вам необходима, вы творческая семья, вам необходимо очень правильное место. Ну, конечно, Галя, она пишет сценарии своей телевизионной. Конечно. Это все надо писать. Можно место, где... Правда, Булгаков говорил, что лучшие произведения пишутся на краешке кухонного стола. Так вы, наверное, так всю жизнь писали. Вот я писал за столом, поэтому я не похожа на то, что я делаю на Булгакова. Сквером все делаешь, голубчик. Учу, учу тебя, дурака, и все зря. Кричишь ненатурально, жестикулируешь суетно, блеска в глазах нет. Мне вот действительно очень интересно. У вас такая невероятно длинная и чудесная семейная история, о которой вы немного рассказываете. И ваша замечательная жена Галина Евгеньевна не любит показываться. Она такой человек непубличный. Ну, скажите мне просто, вот что такое вот столько лет вместе с такой актерской судьбой, как ваша? И она умная, очень талантливая, очень известный человек, на телевидении. Как вот вы ссоритесь когда-нибудь, не ссоритесь? Или это такие благословения? В общем, всякое бывает. Конечно, ссоримся иногда, миримся, всякое бывает. Но в основном мы оба понимаем, что нам друг без друга будет довольно трудно. И трудно существовать одному. Ей, одной и мне. Не потому, что какая-то помощь физическая, а просто, ну, как-то мы уж не мыслим себя отдельно, естественно. Это был служебный роман. Олег Басилашвили участвовал в телепостановке, а Галина Мшанская была там музыкальным редактором. С тех пор они всегда вместе. Несколько лет назад Галина Евгеньевна отметила сразу два юбилея. 50 лет работы на телевидении и золотую свадьбу с Олегом Басилашвили. У них две дочери, обе журналисты. Она сказала, что у вас очень дружная семья. Что вы живете душа в душу. 150 лет. Что-то очень боишься ее потревожить или огорчить. А мы продолжаем ремонт. Главный бич старых квартир в Петербурге – это старые коммуникации. Мы решили полностью заменить проводку и отопление. Срезаем батарею. Стены будут покрашены, так что нам нужна идеально ровная поверхность. Наносим слой финишной акриловой шпатлевки. Она очень эластичная, не дает усадки и не трескается. Кроме того, такая шпатлевка экологически безопасна. Тем временем в Москве телеведущая Татьяна Судец занимается поисками новой мебели для этого кабинета. Мебель будет итальянской. Бонжорно! Я пришла в ваш салон итальянской мебели для того, чтобы выбрать самую красивую, самую удобную, самую лучшую мебель для кабинета Олега Валяновича Басилашвили. Наша фабрика занимается изготовлением эксклюзивной мебели с 1818 года. В производстве используется только ценная древесина, благородные породы вишни, ореха, дуба и ясеня. Все стадии производства осуществляются вручную с использованием пчелиного воска, который придает дереву аромат и бархатистость на ощупь. Ох, какая красота! Мы рады представить вам широкий ассортимент роскошных кабинетов, полностью изготовленных в Италии. Добрый день, Татьяна Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Рустам. Я управляющий нашего салона. Я хочу сделать вам большую экскурсию по нашему замечательному салону. Ну посмотрим, давайте, что у вас есть. Этот кабинет представлен из одной из последних коллекций Казанова – это барокко-венециана. А, вот это, да. Это абсолютная классика. Стол сделан, опять же, из натурального дерева. Дерево, натуральная кожа. Более того, с двух сторон сделаны замечательные вставки для удлинения, то есть и для того, чтобы человек мог спокойно работать. И тут все приселы, там он сам поработал. Мне кажется, что вот это как раз будет более удобно. Я тут еще у вас заметила вот этот маленький столик. Какой он красивый. Посмотрите, он инкрустирован у вас. Столик тоже сделан из дурального дерева, инкрустация. Можно использовать как кофейный, так и просто столик. Журналист. Вставной журналист. Писающий, вот можно вот это вот и все же выбрать, да? Ради бога. Для Олега Валерьяновича. Отличный выбор. Отличный выбор. Дорогой Олег Валерьянович, я так счастлива, что у меня есть сейчас возможность поздравить вас с наступающим юбилеем. Я вам желаю долгих творческих лет, всего самого наилучшего. И хочу вам для кухни, для вашего дома подарить такую шкатулку для чая, расписанную вот у меня в студии. чтобы она у вас стояла дома и напоминала вам обо мне. И всех-всех вам бомбла. Кась, проводи молодого человека до дверей. Спасибо, я не тороплюсь. Вы знаете, я с удовольствием выпил бы чашку чая и слопал бутерброд с сыром. Ну, я же говорил, что он сумасшедший. А что я сумасшедший? Я же не прошу вас сто рублей взаймы. И на том спасибо. Особенность квартир в сталинских домах лепнина на потолке. Она прочная, сделана из бетонной смеси. Тем не менее, лепнина немного потрескалась и сейчас мы ее реставрируем. Мы углубили трещины и заделали их шпатлевкой. В ванной и туалете тоже кипит работа. Мы сняли старую плитку и сантехнику. Стену укрепили. На пол положили керамогранит. Стены отделали керамической плиткой под мрамор. Мебель заказана по мерке в мастерской. А на даче Олега Басилашвили продолжается разговор по душам. Вы не волнуетесь, что мы там что-нибудь не так сделаем? Нет, я не волнуюсь. Вы сделаете все очень хорошо, я убежден. Может, мы сделаем какой-нибудь сюрприз, например, ковер какой-нибудь необычный подарим, красивый. Я не знаю. Вы нам позволите сделать это, если мы сделаем? Ну, конечно, мне будет очень приятно. Мне будет очень приятно. Можно я сама его выберу? Пожалуйста. Я очень люблю старые ковры, красивые, да. А может быть, даже не старые, может быть, даже кожаные. Это будет совсем... Кожаный ковер? Да, это будет очень... Такого не бывает. А вы так и думаете, что такого не бывает. Милый мой, дорогой мой Олег, я тебя поздравляю. Вообще, ты совершенно изумительный артист. Причем, я тебя помню еще со студенческих лет. Ну, мне посчастливилось. Я с тобой играла служебный роман, где ты был совершенно великолепен. Так что огромное тебе за это спасибо. Я была счастлива с тобой играть. Первый этаж, пожалуйста. Минуточку. Вы наш новый зап? Да. Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С вас 50 копейки, распишитесь, пожалуйста. Какая прелесть. Как хорошо, когда человек так реагирует. Пожалуйста, хорошо. Ой, возьмите сдачу. Нет, нет, это Маша Селезнева, мне ничего не жаль. А вы платили? Я платил. Платили? Платил. Олег Валерьянович, дорогой, я вас поздравляю и с новым кабинетом, и с юбилеем вашим. Будьте счастливы, будьте здоровы, снимайтесь, снимайте, радуйте нас. В квартире Басилашвили старая электрическая проводка. Мы ее заменим. По проекту дизайнера мы должны предусмотреть розетки возле письменного стола и возле дивана, где будет лампа. Нам нужны также выводы под освещение картин и подсветку стеллажей. Необходима и свободная розетка на всякий случай. Одну из розеток мы устанавливаем на необычной высоте. Но это потому, что именно в этом месте из гостиных в кабинет идут провода. Такая вот особенность у этой квартиры. Мы сделали каналы для проводов, установили подрозетники, наносим алебастер. Далее в идеальном ремонте. Вот я занимаюсь купажом. Олегу я сделаю шкатулочку, но более подходящую по-мужски. А вот когда вы играли с ним в служебном романе, вся страна думает, что у вас роман. Сегодня мы делаем ремонт для Олега Басилашвили. Новый кабинет станет подарком к юбилею народного артиста. Дизайнер предложила строгий классический проект. А телеведущая Татьяна Судец помогла нам выбрать итальянскую мебель из натурального дерева и кожи буйвола. Мы приехали в Голландию, чтобы рассказать вам о замечательных предметах интерьера из кожи, которые делают современные голландские дизайнеры. Наташа Барбье пообещала Олегу Басилашвили, что новый ковер в его кабинете будет уникальным. За ним она поехала в Голландию. Именно здесь делают невероятные вещи из натуральной кожи. Я думала, что потолок из кожаной плитки это шутка. Оказывается, это реальность. Вот он. И стены, и полы. А Роб человек, который, собственно, все это придумал. Кироб, расскажи, пожалуйста, какое будущее у этого материала? Кожа используется очень давно. Это ремни, разные типы обуви, сумки, кожаные элементы салонов автомобилей. Но мы делаем кожаные полы и кожаные стены. Этот материал всегда ассоциировался с роскошью. И у нас действительно получаются роскошные вещи. Мы тесно сотрудничаем с известными дизайнерами. Они помогают искать новые направления в работе. Этой технологии всего несколько лет. И чтобы познакомиться с нею, Наташа отправилась на фабрику. Здесь огромный выбор кожи для будущих изделий. Линсон, это выглядит очень эффектно, очень нарядно. Но я не представляю, практично ли это, удобно. Во-первых, кожаная плитка сама по себе очень красива. Во-вторых, ее легко чистить. Она совершенно не капризна. Вот смотрите, в нашем офисе кожаный пол. Ему пять лет. Ни разу не возникло никаких проблем. Вы даже можете пролить на него кофе. А! Как это? Что это? Это же... А как же тут останутся следы? Нет, никаких следов. Все легко чистится. Но каким образом кожи придают уникальные свойства? Все дело в специальной обработке. Это собственная технология компании. После того, как кожи обработаны, они поступают в цех. Здесь их ждет волшебное превращение. Маршал, что дальше делают с этими шкурами? Мы берем их со склада и относим на обработку и распределение. Затем режем и прессуем. Кожа раскладывается на столе. Ее прочно присасывает вакуум. Затем кожу режут и полученные кусочки собирают. Кстати, из остатков получаются замечательные браслеты. Отлично! У кожаной плитки прекрасная звукоизоляция. И, конечно, это экологически чистый материал. После того, как кожа полностью обработана, ею можно отделать пол, стену, потолок, барные стойки и любую другую поверхность. Или, как вы упоминали, сшить кожаный ковер. Для Олега Басилашвили мы выбрали кожаный ковер ручной работы. Он сшит из натуральной кожаной плитки, произведенной в Голландии из шкур дикого индийского буйвола. В квартире Олега Басилашвили дубовый паркет. Вначале мы его циклюем с помощью специальной машины. Кстати, такие машины дорогие, но их можно брать на прокат. Циклевка позволяет снять старый лак и убрать царапины. Затем паркет нужно отшпаклевать. Ремонт всегда дело обременительное, особенно для финансов. Но помните, что если ваш старый паркет еще вполне живой, и вы любите его, не надо его бездумно менять, его можно просто отреставрировать. Порой старый паркет ничем не хуже, чем новый. И, наконец, покрываем паркет лаком. Он акриловый, усиленный полиуретаном. Сегодня у нас очень необычный мастер-класс, где Картер Татьяна будет делать не просто красивый предмет для Олега Басилашвили, но предмет с психологическим подтекстом. Очень актуальным будет сделать для него такую вот замечательную шкатулку из кожи. У нас есть такая замечательная ткань сатин-клеевая. Это очень удобный материал в использовании в декоре. Вот мы приклеиваем прямо вот сюда внутрь. Скажи, вот эти края мы обрабатываем? Безусловно. Мы выбрали краску коричневого цвета, покрываем дерево краской. Как я люблю под руководством все делать. А кожа, так кожа, давай. Кожа, да. И мы приступаем к самому главному. Берем наши кусочки и вот сюда приклеиваем. В результате мы получаем прелестный предмет, в котором, я уверена, Олегу Валерьяновичу будет приятно хранить какие-то памятные, дорогие сердцу предметы. Небольшие, но вот как раз чудесное место для хранения. И очень в духе и стиле самого интерьера этого человека, который ценит вещи с судьбой и с историей. Слушай, посередине чемоданы, а? Тут дыни, чиджуиски. Знаешь, насколько обалдеть можно? А будешь хорошо стеречь от тебя дынку там? Вот такую. Ладно? Пойдем. Эй, как вас? Паспорт отдайте. Для покрытия стен мы используем интерьерную акриловую краску Тициана. Она обладает высокой укрывистостью, не имеет резкого запаха и быстро высыхает, образуя матовое влагостойкое покрытие, которое прослужит долгие годы. А для удобства уборки плинтуса покрываются отдельно моющейся краской Тициана. Тициана – искусство преображения пространства. Мы установили дверь от Юнион. Дверь реверсивная, что позволяет выбрать сторону открывания во время монтажа. Итальянские двери от Юнион – это залог благородного дизайна и отменного качества. Юнион. Не ищи, а выбирай. В ванной и туалете тоже кипит работа. Мы сняли старую плитку и сантехнику. Стены отделали керамической плитки под мрамор. Два месяца назад мы делали ремонт на даче Светланы Немоляевой. Ее друзья по фильму «Служебный роман» подготовили для Светланы Владимировны подарки к новоселью. Олег Валерьянович Басилашвили прислал вам кофе, а Алиса Бруновна Фрэндлих вот эту замечательную чашечку. Ну, я просто в камеру хочу сказать, что я очень люблю Алису, я очень люблю Олега. Для меня было такое счастье вместе с ними работать, трудиться. Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать? Кому? Ко мне. Конечно будет. А ты помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в кунцу? А теперь на месте этого леса город. Помню, конечно помню. Разумеется, Светлана Немоляева не осталась в долгу. Вот я занимаюсь купажом. Олегу я сделаю шкатулочку, но более подходящую по-мужски. Для начала нужна какая-то салфетка с интересным рисунком. Ну да, и нужно придумать что-то, идею какую-то создать для себя. Потом я беру, вот продается такой купажный декупаж клей в таких художественных магазинах. Клей этот наносится сверху. Вы видите? А хорошо, что мы делаем в Савашвиле не розочки, а делаем такие карты. Все-таки это же он настоящий мужчина. Это душевная коробочка в форме сердца. Сердце с картами, но вот пускай она будет такая мистическая. А вот когда вы играли с ним в служебном романе, вот вся страна думала, что у вас роман. Ольга, очень тронут, но ты должна понять, так уж сложилась жизнь. Я тебе признателен и ценю твои отношения, но прошу тебя, не мучь ни меня, ни себя. Роман был с моей стороны, я была влюблена, он же нет. Поэтому это как была одинокая любовь, которая очень романтически закончилась. Но в жизни мы большие друзья и мы очень друг с другом хорошо относимся. Я твои письма читаю как поэму. Мне даже в голову не могло прийти, что ты можешь так писать. Я их всегда с собой ношу. Верните письма мне, а то вдруг потеряешь или жена найдет сцену устроит. Прости. А я вот сейчас думаю, представляете, как Олег Ульянович волнуется. Он очень, наверное, волнуется. Он, наверное, не очень любит ремонты. Я желаю вам успеха, я очень в вас верю. Увидев то, что вы сделали для меня, я думаю, что это будет большой подарок для Олега. А когда закончится проклейка этой коробочки, что еще нужно будет сделать? Ну, надо будет, чтобы она так все-таки просуществовала какое-то время как-то, да. Нужно, чтобы ее лаком пройти. И чтобы засохло. Прекрасно. Мы сделали половину работы, а окончательный результат вы увидите, когда мы подарим эту коробочку Олегу Валерьяновичу Басилашеву. Олег, я очень горд и счастлив, что мы с тобой все-таки прожили такую длинную дружескую жизнь, да. И вот к этим юношеским годам мы въезжаем наконец в отреставрированное жилье за чужой счет. Привет конкурентам. Привет, Абрегену. Гастролируешь? На хлеб зарабатывай. У нас хлеб отбиваешь? Мотается, мотай. Ты пианец, я пианец. У меня документы, деньги, все украли. Мне бы только на ужин заработать. Мы продолжаем ремонт. Олег Басилашвили человек очень скромный, но все-таки перед началом ремонта у него было условие. Мы должны сохранить два его любимых шкафа. Один из них принадлежал еще маме Олега Валерьяновича. Дизайнер проекта придумала оригинальное решение. Старые шкафы будут вписаны в новые. Их мы заказывали специально для этой комнаты. Шкафы из МДФ, покрыты ореховым шпоном. Новый немецкий пылесос Томас Паркет XT легко и быстро отмоет паркет, ламинат и ковер, а его знаменитый аквабокс чистится за секунды. Если при ремонте вы категорически не хотите расставаться с любимыми предметами обстановки, но мебель все-таки нужно поменять и купить что-то новое, помните, вас выручат только встроенные конструкции. Все остальное будет смотреться чужеродно. Мы заканчиваем оформление кабинета. Для картин предусмотрена подсветка. Люстра бронзовая в сталинском стиле. Она очень подходит к потолочной розетке, сохранившейся с 30-х годов. Иван мы поменяли. Это софа. Ее не нужно раскладывать. Ширина спального места 1 метр 10 сантиметров. Она обита бежевым бархатом. Кесло из кожи буйвола. Ковер тоже кожаный. Наташа Барбье привезла его из Голландии. Кресло итальянские обиты натуральной шерстью. Далее в идеальном ремонте. Здравствуйте. 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 Всем привет. О, совершенно не узнать комнату. Это вообще мы где. Сегодня мы делаем ремонт, посвященный юбилею Олега Басилашвили. Для народного артиста СССР дизайнер разработала проект классического кабинета в духе Санкт-Петербурга. Нам удалось сохранить любимые вещи хозяина, а династия Неваляевых подготовила для Олега Валерьяновича авторские шкатулки. Это была не очень простая задача сделать новый кабинет так, чтобы он полностью напоминал старый, любимый. Я надеюсь, что Олегу Валерьяновичу это понравится. И главное, что работу будет принимать не только он, но еще и его семья. Несколько поколений Басилашвили. Здравствуйте. 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 Всем привет. О, совершенно не узнать комнату. Это вообще мы где? Олег Валерьянович, ваше главное слово. Я боюсь, но надеюсь. Прекрасно. Мне нравится то, что вписался этот старый московский шкаф в интерьер. И вообще мне показалось, что интерьер получился даже не исключительно, не только исключительно петербургским, но и московским в какой-то степени. Сделали новую библиотеку со шкафами. Ксюша, этот диван, конечно, такой, чтобы мог и дед, и внуки сидеть. Все вместе. Да, он не просто, он не только для сидения в кабинете. На нем можно спать. Да, моя дорогая, можно прыгать и скакать. Я надеюсь, что дедушка разрешит. Да. Ну, конечно, мы поставили два красивых кресла, понимая, что Олег Валерьянович дает интервью и вообще человек публичный, знаменитый, любимый всей страной. Так что, в общем, можно теперь сидеть с журнальным столиком, а журнальный столик с секретом. Я сниму фрукты, если вы позволите. Секрет. Это можно поднять и положить сюда все, что вы хотите. Новую смену экспозиции семейных фотографий, так как вам это все понравится. Ну, стол уже понятно. Кресло. Хотелось бы, чтобы вы сели, и мы убедились, что мы подобрали его правильно, что оно удобное для вас. Оно на роликах даже, на колесах. Да. Легким движением можно катиться по кабинету. И можно делать так, так сказать, вот за книгой поехать. Да, доехать до книг, доехать до стола. Ваши семейные фотографии, конечно же, здесь. Вы знаете, дизайнер, наш замечательный дизайнер, Татьяна Шавлак, подобрала такой очень нейтральный цвет стен, потому что у вас много в семье всего, у вас много картин, у вас много фотографий. Эта шпалерная развеска, так называемая, плотная, действительно. Кстати говоря, очень хорошо развешана. Спасибо. Очень хорошо развешана, просто с большим вкусом. У меня вот, я не умею развешивать, у меня очень плохо получается. А вот здесь как-то так сделано, скомпоновано, очень-очень удачно. Уважаемый Олег, я хочу вам пожелать в день рождения здоровья, душевного спокойствия. Спасибо вам за ваше творчество, спасибо вообще вам за то, что вы есть. Живите подольше. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Ух ты, очень красивый кожаный ковр. Я первый раз вижу. Я, честно говоря, не представляла, что здесь кожаные ковры, честно вам скажу. Впервые по ним хожу. Ну, это... Дать, вот, Тимофей подтверждает, это не все сюрпризы, которые здесь есть. Хотя, конечно, наша главная задача была сделать комнату так, чтобы вы зашли и вы узнали ее. Она принципиально не изменилась. Ее даже планировка осталась такой же. Просто все, как бы вы хотели, но только многое новое, кроме двух шкафов. А теперь сюрпризы. Дело в том, что нам в работе помогала большая звездная команда. Ну, потому что все вас так любят. Ну, это очень естественно. Этот стол выбирала Татьяна Судец. Уж она выбирала его с любовью, чтобы был серьезный, отличный стол с настоящей кожей. Вот с этим секретиком просто удобно, он может увеличиваться. Мне кажется, замечательный, чудесный стол. Еще вам есть несколько прекрасных подарков. Во-первых, вот этот вот трогательный подарок при мне практически помогала кисточку подавать, сделала ваша коллега и ваша подруга Светлана Немоляева. Светочка в виде сердца это хранилище для карт. Не знаю, играете вы или нет, она предположила, что карты могут в доме пригодиться, тем более они подходят к такому мужскому кабинету. Смотри, как красиво. Это подарок от Светланы Немоляевой. Но семейство Немоляевых не оставляет вас подарками. Есть еще один прекраснейший. А вот уже Настя Немоляева, моя подруга и замечательная художница, сделала вам ну, немножко более профессиональную, прелестную коробку. Ой, спасибо, спасибо и Насте, и Свете. Это замечательно. Это так приятно. Помимо того, что это прекрасное изделие, это просто память о моих московских друзьях, которые, оказывается, меня не забыли в нашей глухой провинции. Есть еще одна коробочка. Мы делали ее в студии Первого канала. Она такая обшита кожей натуральной. В рифму к вашему кожаному коврогу В общем, коробочек у вас теперь много для всего, чтобы ничего не потерять, не забыть и все везде вязать. Спасибо большое. Это просто здорово. Это кожа, да? Это кожа квадратиками. Доброе утро, Верочка. Доброе утро, Юрий Григорьевич. У себя? Как всегда. Сувениры Швейцарии. Я взяток не беру. О, спасибо, оперативно. Фирма. За глаза мы говорим, Басик, как будто только что расстались. Меня за глаза лилек называют. И как будто только расстались. А столько лет прошло. Немыслимо. Олежек. С днем рождения и с концом ремонта. Кнюшечка, ну скажи, пожалуйста, что понравилось, вот когда зашла? Вот я как раз сейчас смотрю и пытаюсь оценить в целом и в деталях. В целом мне понравился просто стиль и вкус, с которым это сделано. Потому что мне кажется, что как раз угадано направление отца как человека строгого, сдержанного в своих эмоциях. И как раз если бы что-то было яркое, такое а-ля голливудское, это бы не подошло. А вот здесь вот пастель такая, очень все мягко. Это папина. Ну скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, мы задание выполнили, вот чтобы... Да, я должен вам просто поклониться в ноги и сказать большое спасибо. Ну мне осталось сказать последние слова, которые совершенно очевидны, что этот ремонт мы делали к вашему юбилею. А в скобках я хочу сказать, что мы сделали его потому, что мы очень вас любим, бесконечно любим. Не только мы, а вся страна. И считайте, что в нашем лице это сейчас все ваши поклонники и зрители поздравляют вас с новым кабинетом, где, я надеюсь, будет много творчества. Спасибо. А мне остается добавить только одно. Вот стоят мои стеснительные внуки, и я надеюсь, что когда они вырастут, они будут тут настоящими хозяевами. Внучка и внук. Внучка и внук. Внучка и внук. Немецкая термо Томас дарит вам пылесос Томас Паркет XT. Он легко и быстро отмоет паркет, ламинат и ковер, а его знаменитый аквабокс чистится за секунды. Спасибо. Ну что же, вы свидетели. Семья Басилашвили с радостью приняла наш идеальный ремонт. А мы рады остаться в этом прекрасном городе, в Петербурге, где нас ждут еще новые ремонты и новые замечательные герои. Смотрите нас по субботам. Двое в доме, не считая рабочих. Подчас в телевидении это и сценировка. Время идет, а вы не меняетесь. Могучий энергетики человек. Кто видел его на сцене, оторваться от него не может. Рецепт молодости от Александра Ширвинда. Все это простое, запомни. Все, что есть жуткое в холодильнике, бросаешь на сковородку. Ремонт на исторической даче. Вот эта дача, 30-е годы, вот когда стояла, так и стоит. Не видел ни одного ремонта в своей жизни. Новая комната для Александра Анатольевича и его любимой правнучки. Пусть она ждет своего Ромео вот через тот балкон. Смотрите через неделю.